Всем привет! Сегодня у нас будет видео-ответ на ваши вопросы, которые вы мне присылаете в письмах на почту. Почту я оставляю под практически уже каждым видео. Есть информация на канале, такой раздел информации о канале. Там тоже указана моя почта, поэтому писать мне в комментариях, а куда вам написать личные сообщения, как с вами связаться. Блин, ну кто хочет, тот находит. Так что давайте приступим сегодня. Добрый день! История у меня такая. Познакомились мы на сайте знакомства, ему не 34, ему 45. Он написал первое, что обсудили, что ищем серьезные отношения. Стали общаться, созваниваться по видеосвязи. Но он не из тех, кто много говорит, сразу к делу, приезжай ко мне, я куплю билеты. Сам он живет в Анталии, как полгода только вернулся из Дубаев, так как работал капитаном Боинга Fly Dubai. Сейчас открывает свой тренинговый центр для пилотов в Анталии и Стамбуле. В общем, от встречи я отказалась вначале, так как только вернулась из Италии и не могла взять отпуск. Он все просил, то психовал и не общался. Я сказала, что у меня день рождения через месяц, и я смогу прилететь дня на три. Он купил билеты, и я прилетела. Если честно, особо ничего не ожидала. Но интересно было пообщаться с пилотом, вызывают уважение, у меня это профессия. Да и человек вел себя очень достойным в общении, общались на английском. Прилетаю я и понимаю, что мне конец, вот она искра. Вообще-то я не влюбчивая. В общем, время мы провели шикарно. Он мне организовал прекрасный день рождения. Мы ездили по побережью, были в его любимых местах, ресторанах у него в офисе и, конечно же, у него дома. Дом холостяка я сразу заметила. Он, к слову, развелся пять лет назад, и у него сын 17 лет. Сам живет в доме, говорит, хочется уже прийти, чтобы была семья, хочет ребенка. Если честно, я, конечно, понимаю, что, наверное, это неправильно, но секс у нас, конечно же, был. Это была сумасшедшая страсть, перед которой я не смогла устоять. Перед моим отлетом мы обсудили, что должны скоро встретиться в Стамбуле. Он спросил, смогу ли я переехать, и я сказала, что да. К слову, я юрист, живу в Одессе, у меня сын 10 лет. Как совпадение, учится в частной турецкой школе, начал изучать турецкий язык. Я ухоженная блондинка, проблем с мужчинами у меня никогда не было, и кроме как меня сложно зацепить, а тут зацепило. Я прилетела домой, мы переписывали, все хорошо, договорились о встрече. У него как раз открытие офиса в Стамбуле, но там что-то затягивалось. Но я как почувствовала, что что-то, и зашла на этот сайт знакомств по другим фото. Сама я давно уже удалилась. Я офигела, когда увидела его. Еще он сообщение отправил, типа, привет, я такой-то, ищу серьезные отношения. Это был шок. Я ему выслала нашу общую фотку и говорю, а ее ты случайно не знаешь? Он мне только с утра вайбере ответил. Ну, в общем, я говорю, до свидания. Пошло больше месяца, но я как-то не смогла успокоиться, потому что понимала, что допустила ошибку с интимом на первом свидании. И у меня редко бывает такая страсть. В общем, я написала ему, привет, как дела, но очень удивился. Говорил, что соскучился, бла-бла-бла-бла, встречаемся в Стамбуле. Мне было интересно проверить себя и свои чувства, что это вообще со мной такое. Я лечу опять на три дня. Он купил билеты, встретил, все хорошо, провели время. Была в офисе, познакомилась с друзьями. Жена компаньона его очень приветливая была со мной. Он сразу представил у меня, что я юрист, знаю английский, сын изучает турецкий. И когда мы вышли пить кофе с женой компаньона, она говорит мне, не бросай его, он хороший, хороший семьянин. Она знает его бывшую жену, нехорошие отношения. И она хочет, чтобы он женился и обзавелся семьей. Он тоже хочет, но хочет с чувствами по-настоящему и так далее. Потом прогулка по Босфору, прекрасное время вместе. Он просил больше, но я не могла на работу. Я вернулась, договорились встретиться вместе на Новый год. Я улетала в конце ноября. Он мечтал, что может я буду беременна, еще переживал по этому поводу, хочется и колеса. И сам по себе не из тех, кто много пишет, признается в любви и так далее. Ну в общем, как-то позвонил выпивший и говорит, ты готова все бросить и прилететь? Сына бывший муж отпустит, скажи, что любишь, и я смогу управлять всем с тобой. Я никогда никому не давал свой телефон, но тебе дам, и ты поймешь, что там никого нет. Все, что было, не важно. Это просто переписка, то есть он оправдывался за сайт знакомств, вот эти все дела. Он такой авторитарный, занятый, его очень уважают. Блин, ну мне показалось, что он не бросает слов на ветер. Я согласилась. Все хорошо, и тут через время опять сообщение, что чувства не всегда все решают. Мы расстаемся. Потом через неделю опять пишет. Оказывается, проблема на работе. Пилот ушел, пришлось ему лететь в Стамбул, поэтому психовал. То мы обсуждаем наше будущее, и что я возьму отпуск, мы поживем вместе, то он пропадает. Пороховая бочка. Я постоянно доказываю, что я серьезно и не развлекаюсь здесь. Он то верит, то говорит, нужно время. Сейчас вот опять пропал. Я хочу, чтобы мне открыли глаза. Я ничего не понимаю. Вижу, как будто он чего-то боится. Как женщинам не доверяет. Я понимаю, что у него становление бизнеса. А может, у него все-таки куча баб каких-то, не знаю. Самое интересное, я забыла, в Стамбуле я ему спасла жизнь. Он упал в кому в номере, и я очень испугалась, что с ним. Да и я в чужой стране думала, вообще-то, может, наркотиками закинулся, ни с того, ни с сего, и с утра без сознания. Я вызвала скорую, потом нашла шприцы в кармане. У него диабет, а я не знала. Это была диабетическая кома. Сами они из нее не выходят. Помогите советам продолжать дальше или нет. Или нет смысла. Жду ответа. Спасибо. Довольно-таки интересная вещь. Я, наверное, про мужчину комментировать не буду. Я не могу знать, да? Не могу залезть в голову. Врет он, не врет. Что им движет. Почему он так поступает. Почему он такие качели устраивает. Я больше, наверное, с точки зрения психологии эту историю прокомментирую. А не с точки зрения жителей здесь. Потому что, ну, это мужчина. Это может быть в любой другой стране. Сначала про мужчину. Я не скажу, что у него какие-то проблемы с психикой. Он явно в каких-то депрессивных настроениях находится. Что-то с ним не так. Однозначно. Потому что его вот эти качели, которые вы рассказываете, напоминают это какое-то расстройство личности небольшое. Потому что это так иногда бывает депрессия. Либо у него может быть даже биполярное расстройство личности. Это и есть качели. Но биполярное расстройство, кстати, это очень популярное заболевание, о котором сами люди порой не догадываются. Они знают. То есть это в большинство времени человек в какой-то депрессухе находится. Либо у него резко скачково меняется настроение на позитивное. Он прям у него горит, из него прет энергия. Но именно когда это такое... Там несколько степеней, скажем так, сложности этого заболевания есть. Но это меняется в течение дня. То есть это не просто так месяц он грустит, а месяц он там активно себя ведет как-то через... Нет. Тогда человек не может обуздать свои эмоции. Он под эмоциями либо в депрессуху впадает, либо под эмоциями его прям распирает. Он начинает очень продуктивно работать, что-то делать. Но на износ это все происходит на износ. То есть депрессуха там чуть ли не до суицида, либо на износ идет позитив. У него он там не ест, не спит и что-то активное делает. Это заболевание психики. Расстройство ее. Это лечится медикаментозно. Это к психиатру. Но это в течение дня то есть происходит. То есть утром, например, у него это настроение днем может меняться по пять раз. Утром он в депрессухе в обед. Он уже активный. То есть вот такие фазы. То есть это заметно, в принципе, если к этому присматриваться, можно заметить, что у человека проблемы в этой сфере. Но так как девушка с ним мало общается, я не знаю просто про вот эту кому диабетическую тоже ситуацию, но со здоровьем у него какие-то явно проблемы, что-то с головой у него есть. Потому что ну явно тоже какая-то либо депрессия, что-то у него такие проявления. Я бы не обращала внимания на то, что вот его там знакомого жена что-то там желала кому-то. Я вас умоляю. В Турции принято вообще поддерживать бла-бла-бла small talk и чего-то там желать, говорить вам какие-то хорошие, приятные слова, когда человек на самом деле может так и не думать. Не потому что он двуличная какая-то сволочь, а потому что просто это такой хороший тон беседы. Это просто красиво, это как-то социально одобряемо так делать. Так принято просто вежливо говорить. То, что она вам там желает, это же не говорит, что он этого сам хочет. То есть если бы он хотел, он бы с вами был, правильно? Вы чувствуете, что ему что-то мешает. Я думаю, если не прям какие-то проблемы личности расстаются, то есть какая-то депрессия у него, и скорее всего он побухивает, или что-то вот такие какие-то, может быть, запрещенные легкие, какие-то наркотики, либо лекарства какие-то, вы об этом должны как-то разузнать побольше. Он комбинирует свою депрессию, пытается из нее вылезти, поэтому еще может кидать по эмоциональной стороны в сторону. Но вообще по-хорошему, если вы это выясните, или кто-то в такой ситуации оказывается, какой-то муж в такой ситуации, может близкий родственник какой-то, я вам советую, что надо вести, конечно, психологу. Ни в коем случае антидепрессант или какие-то лекарства не компонируются вместе с алкоголем, либо с какими-то наркотиками, ни в коем случае это нельзя принимать, и просто нужно принимать антидепрессанты, у них наступит время плата, и они действуют. Но подбор правильных депрессантов, их очень-очень много, надо найти хорошего врача, и врача, который хорошо рассчитает по формуле антидепрессанты для человека. Скорее всего, может быть, у него проблемы, он не пошел больше к врачу, ему неправильно подобрали таблетки, они для него слабые, и поэтому вот туда-сюда кидает. То есть один момент они помогают, другой нет. То есть это такая запутанная история, и узнать ее можно только, если вы там близкий какой-то человек, в курсе, что с человеком происходит. Поэтому на свой счет не надо здесь принимать, что ой, вот вы уже с низкой самооценкой начинаете на себя гребсти. Я такая вся типа перед ним хорошая, что я не гуляю, а вот он мне типа... У него мука устраивает качели, ему они зачем-то нужны, а вы перед ним оправдываетесь, показываете, какая вы хорошая, что не надо это делать, это все проблема вашей самооценки. Если он вам не верит, это его личные проблемы, не надо перед ним как бы выслуживаться и показывать, какая это хорошая. Потому что это не к вам отношение, а проблемы с его психикой. Вот сегодня он вам верит, а завтра, например, нет. То есть его что-то там качает каким-то образом. И по поводу вашего там вот этого всплывшего сайта знакомых, все прочее, у меня бы сразу уже доверия к человеку не было, потому что это огромный прокол. Скорее всего, он не может... Не то, что многие подумают по-простому, ой, да он там бабник, у него куча баб, он себя так ведет. Возможно, нет, возможно, тоже правда говорит реальные чувства свои, что вы ему нравитесь, все такое, но в силу своего какого-то психического состояния, своего расстройства, он не может обуздать свои эмоции и там, например, не может отвязаться от алкоголя, какие-то у него зависимые отношения с сайтом, знакомства, уже это придает ему какой-то уверенности и так далее. Может, он действительно там может быть не суперактивным пользователем, но все-таки он написал вам сам сообщение, и, короче, я бы... Вы закрыли на это глаза. Давайте о нем не будем, потому что здесь ничего не понятно. Человека, я не знаю, с ним не разговаривала, ничего прокомментировать никак не могу. И давайте по поводу вас. Вам зачем это нужно? Вы, в принципе, хотите... У вас невроз, вы невротик, и вам нужно, чтобы кто-то был спонсором приятного настроения. Вам нравятся эти качели, вы чувствуете, что мужчина, вы очень хорошо описали его какое-то финансовое состояние, положение в обществе, что у него налаживается бизнес личный, частный, и как к нему с уважением относятся. Вам хочется видеть такого мужчину. Но у него еще ряд огромных минусов. Проблема у вас что-то там... Либо он невротик однозначно, либо у него проблемы с психикой, либо он в депрессии. Вы на это хотите закрыть глаза. Человеку надо лечиться в какой-то степени, да? И вы готовы нести сейчас этот весь ввоз его проблем на себе. А вам оно зачем нужно? Я понимаю, что, может, вы считаете мужик стоящий, за такого надо схватиться и держаться. Оно вам по тому крови даться. А вам это оно надо вообще? И пока что ничего не выходит. Он для вас на расстоянии определенном. Вы сможете вообще понять ситуацию с ним, чувствами, когда вы конкретно переедете. Когда вы переедете, если вы к этому будете готовы, но не с ребенком. Нельзя ребенка срывать. Это вообще все. Вот такие качели, это красками по воде писано, да? И ничего конкретного. Он может так же, если он с психикой что-то... Сегодня сказал, завтра передумал. Вы ребенка сорвете и будете переезжать в Стамбул? Вы должны переехать на какое-то время, на месяц, на два, с ним пожить и понять, что с ним происходит. Вы должны в этом разобраться, если у вас есть на это желание. Я вообще считаю, что вы должны оценить свои силы и понять, нужно ли вам переезжать, потянете ли вы на себя такого проблемного мужчину и помочь ему разобраться с его проблемами. Мне кажется, если бы он хотел, чтобы свои проблемы решить, он бы этим уже занимался. По поводу недоверия к женщинам или он бабник и все прочее, ничего не известно. Возможно, какие бы хорошие россказни его знакомые не были о его бывшей жене, что там какие-то хорошие у кого-то отношения. Чужая семья потемки, она не может знать, что у них на самом деле было, почему они там расставались и все такое-такое прочее. И пять лет он... Я вообще на что обратила внимание? Пять лет он свободен. Типа ему не нужны были отношения, теперь он хочет? Я не думаю, что к 45 годам такой холостяк. Понимаете, к 40 годам мужчины уже не играют в матч у ловеласов. Уже мужчины давно, после 30, где-то, ну, 7, к 40, 45 годам они ищут себе укромное местечко, уютное. Они хотят дом, семью. Если детей не хотят, ну, чтобы у них было тепло, уютно и спокойно. Вот эти похождения и там, не знаю, бабничество, если так можно назвать, оно уже давно в этом возрасте его переживает, уже перебесился мужчина. И поэтому 5 лет после брака 40-летнего, если он расстался, он не хотел семью заводить, что-то странное. Возможно, у него не клеились отношения, потому что он вот такой с неврозами, либо невротичный какой-то проблемный мужчина, и женщины просто с ним не были. Вы это... То, что он был свободен 5 лет, для меня такая... колокольчик определенный был. Я была насторожена, когда это услышала, потому что я вам уже раньше видео говорила. Такие завидные женихи, хорошие мужики в возрасте, состоявшиеся при деньгах, в Турции не залеживаются особо. Их очень быстро с кем-то знакомят. Я не то, что... Ну, не 5 лет бы он был холостяком, понимаете? Года 2, да, но не 5 лет. Потому что на него бы всегда уже нашлась какая-то девушка, женщина, которая была бы не против, которая бы взяла на себя все эти его проблемы, помогла бы их решать, потому что жених завидный при финансах, при положении. Пилоты очень хорошо получают, у них очень хорошая пенсия по выслуге лета. Они очень, кстати, обеспеченные люди по меркам Турции. Да и думаю, по России тоже. У них очень низкие зарплаты. Это очень хороший старт для бизнеса на пенсии, чтобы выходить и все прочее. Поэтому такой бы лакомый кусочек не завалялся точно. И после разводов мужчины, кстати, турецкие, которые такие, скажем, деятельные, активные, семейные, хорошие такие мужчины, когда разводятся, они долго свободными не остаются. Всегда на них найдется, за них еще и бой не будет. Здесь такое, скажем так, не остается незамеченным. Такой мужчина, всегда какая-то родня, знакомые на хвостике свободной женщине принесут о том, что такой вариант есть. Их как-то начинают сводить, обычно просят познакомить. По поводу вас просто хочу подвести итог. Вам это зачем-то надо? Настолько ли, посмотрите свои силы, нужен ли вам настолько проблемный мужчина? Если вы считаете, что нужен, у вас с ваших сил хватает, то вообще разберитесь себе, почему вас тянет к такому мужчине? У вас какие-то определенные проблемы на этом почве есть? Либо посмотреть свои прошлые отношения мужчину, от которого у вас бывший муж ребенок, был ли он проблемным и так далее. Я просто хочу вам намекнуть с точки зрения психологии, что у вас, ваш невроз, вам, скажем так, наплевать. Вы закрываете глаза на огромные-огромные проблемы странного мужчины и готовы с ним быть ради того, чтобы вам нравится какое-то определенное осложнение этих качелей есть, вы готовы продолжать, вам нравятся эмоциональные вот эти вскакивания душевные и вы готовы дальше терпеть. Вы у меня спрашиваете, может у него там баба, если мне продолжать с ним отношения, что-то может из этого выгореть или нет? Вы готовы, то есть вы, неважно, что я отвечу, вы готовы дальше продолжать эти качели. Значит, вам в кайф, это то, что вы искали, наслаждайтесь, я вас не буду это говорить, потому что надо учиться же на своих ошибках, правильно? Насчет вы, говорит, нет, понятия не имею, я не знаю этого человека, комментарий какой-то на этот счет, мне кажется, я уже излишне дала. Вы должны понять, насколько вам это нужно, насколько ваших сил хватит с ним, вот и все. И одну наметочку даю, что вы это поймете, только когда с ним поживете пару месяцев, его реальной жизни, увидите его в реальной жизни не по три дня, два раза, и вы поймете, какие у него проблемы, но ни в коем случае, сразу просто заклинаю, ребенка не перевозите, ничего этого не делайте. Это, скорее всего, вам придется, возможно, вернуться, вы увидите его реально, может быть, он пьет, может быть, он наркоманит или еще что-то, какой-то, может, свою депрессию каким-то образом пытается загладить, или у него какие-то проблемы, так что, может, он какой-то агрессивный, вы этого просто еще не знаете, вы о нем много чего не знаете. Это мутный тип. Жду ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу, кто-то попадал в такие отношения, если да, то пишите, как из них выйти, как вообще девушке нужно поступить, продолжать, или нет. Но, по крайней мере, меня бы вот эта ложь с сайтом знакомств уже на 50%, мой пыл бы поубавила, и, возможно, я бы ничего не прощала и не возвращалась. Очень странно, кстати, там в письме было, он с вами, вы расстались, а потом вы ему сама первая написали, вот он главный показатель вашего невроза, что вы за него держитесь, вам нужны эти качели, так что задумайтесь об этом. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.